СОЛЬ СЮКРИСТИ Хеллоу всем друзьям, с вами Илья Алба И сегодня у меня наконец-то снова очередное пополнение Такой вот рубрики, как Дичайшая ностальгия журналов тачки Как вы помните, я недавно показывал вам выпуски за 2010 год А на этот раз у меня поступил второй выпуск за 2014 год Что ж, давайте мы его рассмотрим и посмотрим, что он из себя представляет Так, раскрывайся Чё-то он пока раскрывается О, всё отлично Достаем мы вот этот журнал И в комплекте у нас идёт вот такой вот персонаж, как Карло Мазерати К сожалению, у меня упаковка немножко помята Но ничего страшного Ну что ж, давайте сначала рассмотрим журнал На обложке у нас изображён Мэтр в образе Коршуна Как и в байках Мэтр, когда он летал и был членом команды Коршуна И он говорит, вот это да, я лечу Также у нас здесь злодеи, ум и сила И также учимся рисовать молнию Маккуина Это самый первый выпуск, где начали рисовать, учиться героев Ну что ж, давай, открываем Здесь у нас рассказывается про коллекцию карточек И также тут у нас правила Ну а здесь у нас содержание Заправься играми и весельем вместе с журналом Тачки Тут у нас раскраска с Майлзом Карданвалом Который у меня есть И он нам предлагает пройти по зелёным дорожкам От старта до финиша Дальше у нас идут рубрика Привет, друг Здесь у нас рассказывается про Майлза Карданвала И профессора Цундапа То есть самых главных злодеев мультфильма Тачки 2 Ну и также здесь находятся задания То есть нам нужно узнать Из каких фрагментов можно составить значок профессора Цундапа Дальше у нас идут игры Гонщики на мушке Здесь нам нужно будет узнать Как я понял, какие из этих мишеней не имеют пары Ну и также нам надо узнать На каком из этих трафаретов существуют все вот эти 4 гонщика То есть Сюта Дороки, Мак Шнель, Карл Ганьялу и Джефф Горвит Дальше у нас идёт комикс Крутые парни наводят порядок Здесь у нас рассказывается про Мака И также, в общем, тут, как я понял, сюжет Где у нас Молния МакКуин едет в Маке на гонку Ну и также у нас здесь появляется аксель-акселиат Акселератор и также Джерри Разряженный аккумулятор Я буду помнить его все это прекрасно в фуру Ну и мы видим здесь опять Вот этих Лихачей-тюнеров Банды Вонючки И походу они тут решили опять Что-то устроить на дороге И мы видим, что в конце их всё-таки наказали Вот тут, собственно, и конец Дальше у нас идут игры перед гонками Здесь, как я понял, надо узнать То есть набрать, как я понимаю Банду Заполнить вот эти все 5 боксов По лабиринту узнать Кто в каком находится Также мы видим здесь командиров Почти что всех гонщиков мирового гран-при За исключением Майлса Картанвалу И также Фигару Конечно, не понимаю, почему его так зовут Потому что на самом деле Это у нас Денис Бин Там на... Теперь нам надо узнать Кого заходили больше всего Надо узнать у кого Кому принадлежит эта тень Ну и естественно, понятно, что это у нас Фигару Ну или как я его называю уже Денис Бин Дальше у нас идёт первая раскраска Как нарисовать молнию Макуина И также его разукрасить Это у нас первая раскраска Которая появилась, как нарисовать Макуина Спустя 3 или 4 года Потому что в 2010-2011 годах Были вот такие вот рисовалки Но они, к сожалению, даже до 2012 года Они были Именно как и рисовать сбоку героя А вот сейчас Именно вот в такой позе Дальше у нас идёт мир тачек Здесь у нас рассказывается про автомойку То есть мы узнаем, чем моют такие вот машины Какие для этого устройства нужны Ну и также нам надо узнать Какие двое авто здесь у нас моются Покрыты, точнее, пеной О, да И вот у нас такой вот плакат Помните такой вот момент в мультике Тачки 2? Как представлялись Фин Макмисел и также Мэтр То есть Фин Макмисел представлялся, что он Британская разведка Ну и также Тягач Мэтр Американская сборка Очень интересный плакат Прям-таки тоже уже погружают в мультфильм Мне он очень сильно нравится Дальше у нас идут Вот как раз-таки тачки-мультачки В полёт Здесь у нас представлена Та байка о том, как Мэтр научился летать И также здесь Обучал шкипер Райли Ну или как в байке его звали Косарь Ну и в принципе Благодаря нему Мэтр всё-таки, как говорится, победил И после этого решили сделать мультфильм Уже полноценные самолёты Вот здесь получается Нам надо узнать Какова Точнее просто нужно тут Соотнести Пять фрагментов По своим местам Здесь у нас получается какая-то настольная игра Тоже грубо опять вот Крестики-нолики Ну и также нам надо узнать Сколько раз На каком Сколько раз последовательность Вот такая Цветов Встречается Среди вот этих вот трёх дорожек И надо узнать У кого Такая последовательность Какой дорожки будет больше Такая она и встречается Чаще всего Дальше у нас идёт комикс Филмор Звезда официантов Это у нас комик с заданиями Здесь надо нам посчитать Сколько стаканов Подготовил Филмор Который имеет вот эти зонты Также мы видим Что Филмор случайно тут всё разнёс Тут нам нужно Осколок подобрать Ну и мы видим Что у Филмора Это не очень хорошо получается Но в конце концов Он всё-таки Исправился И В принципе Все Посетители ресторана Мотеля колесо Практически все довольны Здесь нам надо Пройти лабиринт И добраться до Мотеля колесо И надо узнать Кому принадлежит Этот силуэт Ну естественно Это у нас По силуэту ясно что Мэтр Дальше у нас Идёт ещё одна Настольная игра Она называется Высший пилотаж Здесь получается Мы будем играть За молнию Маккуина И также метро И при этом Нужно выполнять Разные действия И набирать Большое количество Очков Так Дальше у нас идёт Поделка Она называется Семейный портрет Так В принципе тут Можно Сделать такую Вот рамочку И надо Определить Чья это У нас Команда Журнал К сожалению Немножко мятый Поэтому он особо Тут уже не стоит Дальше у нас идут Игры Ещё одни Называются Друзья И соседи Здесь нам нужно Найти отличия Также здесь Нам надо Закрасить Фрагменты С точками И угадать Что это за Такой вот Чей-то Значок Может так сказать Цветок И надо Распределить У филмара Капельку От самой Маленькой До самой Большой Дальше у нас идут Рисунки Читателей Здесь у нас Объявили Результаты Как раз таки Победителей На вот эту игрушку И также Кейс Ну а здесь у нас Ответы И решения Также у нас здесь Фишки И кубик И конечно Новый журнал В продаже С 21 февраля 2014 года В следующем выпуске Дядя Тополина И мама Тополина И в подарок Всем читателям Коллекционная машинка Сержант Хайгер Это у нас Как раз таки Тот самый Охранник королевы Который Вы знаете Он у меня Давно Есть Вот так он У нас выглядит Ну а здесь У нас Как обычно Вот такие Вот карточки Здесь у нас Представлены Практически Все Ну по крайней мере Половина Командиров Гонщиков Команд И также У нас Алекс Карвилл И Эрик Лейнли Это Те самые Персонажи Относящиеся К мировому Гран-при И которые Сосветили Можно так сказать В Италии Охраняли Этот Кубок Точнее Эту гонку Ну что ж Мы вот так Вот посмотрели Вот этот журнал Извиняюсь Конечно Что журнал Тут помялся Опять Но к сожалению Он мне таким Вот и вышел Ну что ж Теперь давайте Рассмотрим Карло Мазерати Как я понял Это у нас Такой вот Житель Италии И Как ни странно Он у нас Был в том моменте Когда Был в общем-то Логово злодеев И там как раз таки Он и присутствовал Правда не знаю Почему Но В принципе Вот Так Вот такая Вот у нас Была Картонка Это у нас Мусор И вот Такой вот у нас Карло Мазерати Он у нас Выглядит Именно вот так Честно говоря Мне не нравится Его цвет глаз Потому что Смотрите Он тут Какой-то зеленый А на картонке Он более Коричневый Или более Бордовый Как он В принципе Это у нас Такой вот Житель Италии По крайней мере Порто Корсо И у него Есть номер PSH8WL 8 или BWL Также Имеется тут Турбины Я думаю Что у многих Такой персонаж Есть Ну и в принципе Как я сказал Он у нас был В том моменте Когда Злодеи Заезжали В казино Порто Корсо И там он Стоял Как Просто Обычный Как обычный Прохожий Можно так сказать Ну все Ребята Вот такой вот У нас Получился Обзор На Журнал Тачки Второй выпуск За 2014 Год И с такой вот Машинкой Карло Мазерати Ну все Ребята Это был Канал Илья Аубан Подписывайтесь И ставьте лайки Комментируйте До скорых встреч Ребята Всем Пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok